Спасибо. Для начала я хотел бы поздравить Турцию за организацию такого великолепного анталийского дипломатического форума, который стал важным глобальным мероприятием. И вы знаете, что Анталия – это туристический центр мира, но одновременно с этим этот город стал и дипломатическим центром в мире. Я хотел бы поздравить Турцию с этим достижением. Касательно развития ситуации на Кавказе и конфликта, для нас конфликт закончился, и Нагорный Карабах не является проблемой для Азербайджана. Азербайджан использует своё право самозащиты. Оккупация продлилась более чем 30 лет, и она закончилась для нас. Наша повестка дня в основном нацелена на мир и региональное сотрудничество. У нас после 2020 года было сформулировано пять основных принципов мира между Арменией и Азербайджаном, и мы также подготовили текст мирного договора и представили его Армении. Что продемонстрировало нашу заинтересованность в продвижении этой повестки дня, которая основана на мире. Принимаю во внимание заседание наших лидеров в рамках конференции по безопасности, и мы думаем, что заседание было очень плодотворным, и мы будем поддерживать принятые решения. Я думаю, что мы должны придерживаться мирных намерений обеих сторон, и здесь Азербайджан хочет сделать ударение на двусторонних положениях мирного договора и также мир между Баку и Ереваном. Нужно помнить об этом. У нас здесь есть Азербайджан, есть Армения. Это не Париж, это не Брюссель. Там должен подписываться мирный договор между нашими странами. Нам нужно работать друг с другом, чтобы трансформировать регион Южного Кавказа, чтобы достичь сотрудничества, мира и безопасности. И наш президент также предлагает модель интегрированного региона Южного Кавказа, где страны могут объединяться и сотрудничать. Я думаю, что три страны Южного Кавказа должны стать более сильными в своем регионе и поддерживать сотрудничество друг с другом, взять на себя ответственность для того, чтобы лучше сотрудничать со своими соседями. К сожалению, с географической точки зрения мы можем сказать, что это один регион Южного Кавказа. В принципе, это должно быть просто, но с политической точки зрения не так все просто. За последние много лет мы смогли достичь определенных результатов. Мы сотрудничаем с Грузией довольно-таки плодотворно, и мы думаем, что Армения тоже может воспользоваться достигнутыми нами результатами. Но вопрос нужно задать Армении, хотят ли они этого. И также делегации встречались в Берлине, как было сказано ранее. Там есть некоторые открытые вопросы, и мы ожидаем объяснения с точки зрения Конституции и юридических вопросов в Армении, потому что у них до сих пор есть элементы мияцу, и это касается региона Карабаха, который по их положениям до сих пор является частью конституционных рамок Армении. И у них есть некоторые упоминания Алматинской декларации, и поэтому у нас были вопросы, мы до сих пор ждем их ответа на эти вопросы. Ответы должны быть получены в ближайшее время. И нам нужно обратить внимание, принимая во внимание новое развитие событий в нашем регионе. И есть некоторые изменения, например, геополитические интриги, которые существуют на Южном Кавказе. Они часто экспортируются, как мы видим. И еще один момент – это новые линии разделения Южного Кавказа, и это тоже не очень хорошо для нашего региона. Нужно рассматривать это очень серьезным образом. Мы не хотим разделяться, мы хотим объединяться. Но мы также думаем, что граница между Арменией и Азербайджаном – это серьезная граница, это настоящая граница, но это не должно быть линии конфронтации. И есть программы милитаризации, мы знаем об этом, и я думаю, что не нужно их поддерживать, не нужно разжигать эту вражду между нашими странами в регионе. Мы понимаем, что нужно поддерживать связь между странами. И все проблемы, которые существуют на Южном Кавказе, не начались из-за войны в Украине, они начались много лет назад. И мы активно сотрудничаем с Грузией, как я уже говорила, в плане энергетики и многих других элементов. И также с Турцией мы активно сотрудничаем, и у нас есть транспортные коридоры, которые мы продолжаем развивать с помощью активных усилий всех сторон. И также КОП-29 – очень важный для нас элемент. Я думаю, что это принесет новую трансформацию в наш регион Южного Кавказа, и я думаю, что у нас есть потенциал для полного сотрудничества. Помимо этого, Азербайджан продолжит поддерживать усилия для того, чтобы работать в направлении зелёной энергетики и транспортных связей в регионе. Спасибо большое, господин Гаджиев. И я послушал вас обоих, господа. И я вижу...